После семилетнего перерыва Вот казалось бы Шансы у Формана на то, чтобы Расправиться с соперником Вроде бы удары его доходили до цели Но Али все их гасил Прижимаясь спиной к канатами, вдавливаясь в них Пропускал только, пожалуй, этот джеб Левый Удары Формана потеряли остроту Потеряли точность, силу Он действует буквально по инерции Пропуская все в защиту Ну а Али в конце концов взорвется Этого не ожидал никто Весь мир был уверен Хотя Али был героем Он был чемпионом прошлых лет Но он еще не был великим И ставки делались на Джорджа Формана И лишь после этого нокаута После этой победы Все признали Да, возможно, в мире не было Более великого боксера Чем Мохаммед Али Форман теряет концентрацию За Куклейтону все тяжелее разнимать Боксеров в клинчах И за потерю внимания Потерю сил Джордж Форман был наказан так, как Никогда в жизни И потерпел он поражение чудовищное После которого, в общем-то, и не восстановился Это психологическая травма В большей степени Она его подломила Подломила очень серьезно Правился он от нее, пожалуй, только Спустя полтора десятилетия Когда снова вернулся на ринг Блестящая победа Мохаммед Али Человека, которым Не перестаешь восхищаться В 80-е годы были ознаменованы Покушением на президента США Рональда Рейгана Свадьбой принца Уэльского с Дианой Бойкоты Олимпийских игр Электроникой Везде и всюду И Майклом Джексоном Все это в 80-е, ну, конечно же, и бейсбол Куда же без него В боксе же акцент сместился с супертяжей На средний и полусредний веса 16 сентября 1981 года Цезарь Спалас Лас-Вегас Штат Невада Бой за звание чемпиона мира В полусреднем весе Шугар Рей Леонард Против Томми Хирнса Очень